Ну, я думаю, поскольку мы тут немного попозже начали, все уже прочитали, можно сказать, эпиграфы, которые я вынес на первую страничку, поэтому можно нам идти дальше. Какой будет план изложения? Ну, вот он здесь написан, сейчас еще следующая страничка будет. Условно будет три части в моем докладе. Первая часть – это введение, я покажу сейчас слайдик с историческими формулировками, вот из тех самых двух работ Древона и Берона, и собственно Берла, по имени которого назвали Парадок. Потом я уточню условия задачи, потому что я буду не качественно, а количественно ее рассматривать, поэтому мне нужно будет несколько уточнений. Я попытаюсь объяснить, в чем стоит парадокс, потому что, может быть, если кто-то никогда не сталкивался, кто-то не знает, и может быть, не сразу будет понятно. И здесь же немножко критикую предыдущий подход. Следующий большой раздел я расскажу о том подходе, который вот пять лет назад, в рамках той самой дискуссии на форуме, о том подходе, который я нашел к Парадоксу Барадоксу. Значит, этот подход, центральный момент в нем – это то самое инвариантное удлинение. Это центральный момент в этом самом новом подходе. И третья часть у меня будет. Это более подробное рассмотрение всей задачи, более детальное рассмотрение всей задачи и не только той исходной задачи, которая, так сказать, подружила прообразом для Парадокса Белла, но еще двух родственных задач. И тут мне, конечно, придется немножко углубиться, но я постараюсь, так сказать, с диалогом по Европам, а в основном показывать картинки, потому что картинки они интереснее разглядывать, чем всякие непонятные формулы читать. Вот. Значит, вот эти три задачи будут такие. Вот они здесь, на второй страничке, например, на одной страничке. Разгон стержней за передний конец, задний конец свободный. Разгон стержней ракетами Белла – это ракеты по двум концам стержней, синхронно летят. И ракеты Мюллера – это некая модификация. Вот. Ну и совсем, значит, в конце некое заключение такое у меня будет, обсуждение и размышления. Ну и вот самый последний пункт, я стараюсь в двух словах обрисовать. Какие новые вопросы у меня появились, в связи, значит, вот с этим самым подходом, с тем, что мне удалось в свое время сделать по парадоксу Белла. Вот. Все летоические формулировки. Вот, значит, тут два кладика. Ну, я не знаю, имеет смысл, не имеет смысл как-то их комментировать. Я думаю, что каждый просто прочитает, что здесь написано. Я так вот тогда полминуты подержу. Вот. Я не думаю, что надо это вам сразу читать. Читать все умеет. Вот. Я хочу отметить, что я все, что, ну, либо я ссылаюсь на какие свободные совершенно источники, вот, которые просто в сети можно взять, и тогда там просто сетевая ссылка. А то, что свободно взять нельзя, ну, вот, например, ту самую статью, значит, Дева Нейберна из American Journal of Reading. Вот. Все материалы, на которые я ссылаюсь, я, в принципе, их, значит, собрал вот на Народе. Вот они выложены. И вот здесь, видите. Так. Ну, я думаю, можно следующее. Это вот исходная формулировка. Значит, эта работа сейчас, можно сказать, 59-го, аж 59-го года. И вот в 76-м году, значит, Белл тоже, так сказать, еще раз рассмотрел, вот, и, поскольку он был такой человек известный, да, по другому поводу, по поводу квантовой механики, он предложил способ проверить, можно ли квантовую механику отчитать как некую классическую теорию со параметрами или нельзя. Ну, так называемое неравенство Белл. Вот. То вот так получилось, что он перетянул одеяло на себя, и в результате парадоксов исходник выявил. Хотя вы видите, что это 17-й гадами будущий. Вот. Ну, ладно, я думаю, это, так сказать, тоже более-менее понятно. Значит, в двух словах. Ну, в двух словах я, в общем-то, уже, наверное, сказал. Значит, и так, две ракеты, две ракеты, соединены тросом. Значит, сначала трос покоится, ракета тоже покоится. Потом все это, абсолютно одномерная задача, все это вдоль одной прямой начинает разгоняться. Вот. Теперь мне понадобится некое уточнение условия задачи, потому что, вот, ну, я не знаю, насколько это было понятно из двух предыдущих слайдов, но в работах Берна и Девана и Белла, в общем-то, как-то условия задачи не очень хорошо были описаны, и оказывается, что это количество реанализировано, то неоднозначность возникает. Нельзя точно сказать. Порвется там троп, не порвется. Вот. Поэтому здесь вот я буду рассматривать более четко, так сказать, три неких случая. вот. Во-первых, я буду пользоваться безразмерными переменными. Вот тут видно такая безразмерность. Значит, А это некое ускорение. Вот. В круче равноусторенных ракет белых. Это когда координаты ракет вот таким образом зависят от времени. Один это передняя ракета, два это задняя. Значит, в этом случае вот этот А, да, который входит в безразмерные переменные, это есть как раз ускорение ракеты. Ускорение ракет одинаково. И единственная разница в том, что одна ракета везет позади другой, вот на расстоянии L. Значит, вот первый рисунок как раз он иллюстрирует. Вот эти вот равноусторенные ракеты белых. Значит, здесь нарисована так называемая пространство-временная диаграмма. Традиционно ОСХ рисует доризонтально в теории относительности. ОСТ рисует традиционно и протекально. Кто-то может привелось наоборот. Ну, я вот буду рисовать так, как принятые графики реально. Значит, вот красные, это световые лучи. Они наклонены по 45 градусов. Значит, мировые линии вот этих вот ракет, вот X-1 АС, вот она нарисована, вот X-2 АС, они представляют собой гиперболы, которые неограниченно приближаются к этим красным световым линиям. Вот. Значит, ну и вот здесь написано, что одна ракета стартует, если C равна 0, то 1, то 1, то 1, то 1, то минус L. И вот этот вот, так сказать, отрезочек нарисован, он символизирует, что расстояние между ракетами остается 1. Вот. Значит, следующий случай, ну это очень ограниченный такой случай. Да, это ускорение. Следующий случай, это ракета взялась с ограниченным снизу ускорения. То есть ускорение может быть, в принципе, произвольно, но не может падать ниже некого минимального значения. В этом случае, конечно, уже нет. В какой-то конкретной зависимости есть просто произвольная функция ФАС, одинаковая и X-1 АС-2, но на нее наложены некое условие. Вот. И вот геометрически это выглядит так. Вот здесь тоненькими линиями показано, что было бы, если бы ровно ускоренно ракета завидывали, а жерными линиями показано, что будет, если у нее ускорение ограничено снизу. Вот. То есть жерная линия будет лежать правее вот этой вот точки. Вот и все. А в остальном все точно так. И, наконец, ракета Мюллера. Вот там у меня было три задачи. Разгон за передний конец, разгон за ракетами Боллера и разгон ракетами Мюллера. Так вот, значит, ракета Мюллера, это принципиально другая ситуация. Значит, здесь вот что. Значит, первая ракета двигается точно так же. Вторая ракета, здесь вот видите, не единица, а некий параметр ПЭС. Ну, который с Тель связан вот этим вот. Геометрически это, получается, две гиперболы, но которые не с лигом друг относительно друга получены, а это две так называемые софокусные гиперболы. Вот видно, что если мы горизонтально проведем отрезок, то он у нас будет все время уменьшаться по времени. Чем выше мы его будем проводить, горизонтальный отрезок, тем, так сказать, меньше будет этот отрезок между двумя мировыми линиями ракеты. Однако, если мы будем проводить этот отрезок так вот, проводить прямую через начало координат, вот так до пересечения, вот так нарисовано здесь, то длина вот этого отрезка, ну, длина в смысле, конечно, метро Кеменковского, она будет оставаться постоянной. То есть ракета Беллера, это такие ракеты, расстояние между которыми остаются постоянно в исходной стартовой системе отсчета, а ракеты Мюллера, это такие ракеты, расстояние между которыми остается постоянно в сопутствующей системе. То есть если мы, наверное, в сопутствующей системе, допустим, задней ракеты, посмотрим на переднюю, мы увидим, что вот она находится на каком-то расстоянии. То есть в какой бы момент мы не посмотрели, сопутствующая система, естественно, будет все время разная, потому что скорость все время меняет. Значит у нас вот состояние будет одно и то. То есть это вот 25 принципиально разных законных движений. Ну вот, теперь значит в чем, собственно, состоит парадокс? Парадокс состоит вот в чем. Вопрос парадокса формулируется так. Вот две ракеты движутся так, как описано. То есть с одинаковым ускорением расстояние в лабораторное ИСО, ну в той, с которой они стартуют, значит остается постоянным. Спрашивают, что произойдет с тросом, соединяющим эти ракеты. Значит в лабораторное ИСО расстояние между ракетами остается постоянным, трос не растягивается и вроде бы рваться ему нет. Однако если мы посмотрим из мгновенно сопутствующей ИСО передней ракеты или из мгновенно сопутствующей ракеты, то что мы увидим? Вот здесь тоненькими линиями как раз проведены, так сказать, мировые линии ракет Мюллера. То есть вот расстояние между, допустим, передней жирной линией и следующей тоненькой, оно всегда остается постоянно в сопутствующей системе. Между жирной линией и второй тоже остается в сопутствующей системе, но оно немножко побольше. Значит здесь еще побольше и еще побольше. И вы видите, что получается. То есть видно, что вот тоненькая линия, да, она вот эту толстую линию пересекает. То есть если в начальный момент между ракетами было одно расстояние, то через некоторое время в системе сопутствующей передней ракеты расстояние будет больше между ракетами. То же самое происходит вот здесь. Тоже видите? Вот значит жирная линия тоненькой линии пересекается в некоторых моментах. Значит опять получается, что было изначально одно расстояние, а дальше это расстояние будет больше. В сопутствующей системе сопутствующей, но на этот раз задний раз. Получается вот только в чем стоит продукт. Значит в лабораторной системе отсчета у нас расстояние между ракетами не меняется, трос не растягивается, рваться ему вроде бы нет. В то же время в системе сопутствующей передней или задней ракеты у нас соответственно задняя или передняя ракета все время удаляется, 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 трос растягивается и должен в конце концов порваться. Ну вот вопрос в том, во-первых, у него тут речи возникает, так рассуждаем одно, всяк рассуждаем другое, ну и второе, значит интересно узнать о какой же ответ порвется порвется или не порвется. Теперь что касается прежних подходов. Исходная работа, работа Берана и Девана и работа Бела, они были написаны исключительно на качественном уровне. То есть там были произнесены некие словеса, похожие на правду, все. Но четкого такого, однозначно, вот так хотел кто-то там поставили или кто-то там хотел, чтобы люди не спорили, а вычисляли. Вот такого вот не было. И поэтому эта проблема породила совершенно огромная литература. Здесь буквально маленький-маленький кусочек представлен, ну просто чтобы было примерно понятно. Споры начались тут же, вот работы 62-го года, из первых работ, которые, значит, это комментарий на исходную работу Берана и Девана. Вот. Вот. Какая-то, кстати, в УФН две заметки некого Файнверда. Вот. Ну тут вот недавние, например, работы, вот на Реджика или Реджича скорее, потому что на Югослав. Я писал комментарии с 2008-го года работы. Вот. И вот еще наших, так сказать, знакомых тоже работа по этому поводу. В общем, ну это тоже, я говорю, это только, так сказать, как говорят, сверху в Скайберге. Если покопаться, там, кстати, огромная литература по этому поводу существует. Одни говорят так, другие говорят этот. Вот. И все это, на мой взгляд, проистекает из одного существенного недостатка. Что вот эта вот проблема, она до сих пор не имеет такого вот вычислительного решения. Чтобы можно было не спорить, а просто вычислить некую величину и сказать, что ну вот, если эта величина такая, то вот ответ такой-то. А если эта величина другая, то вот ответ другой. Вот. Значит, почему так получается? И в чем состоит социнтритика, да? Вот. Значит, проблема основная из тех работ, которые до сих пор пишутся на эту тему. То в них трос или стержень, ну, в оригинале был трос, мне будет удобнее говорить о стержне, то есть так, чтобы он мог у меня не только растягиваться, но и сжиматься, если надо. Чтобы он сжатию тоже сопротивлялся. Поэтому, чтобы вот трос мы оставим там в исходной формулировке, сейчас будет трос, а у нас все-таки удобнее нам будет думать о стержне. Вот. Вот. Все подходы, которые я видел, они страдают вот общими недостатками, с которыми происходит остальное издание. Отсутствует рассмотрение троса как такового. Вот просто отсутствует. Значит, чем пытаются ограничиться театры? Театры пытаются ограничиться только анализом того, как движется ракета. То есть как движется передняя ракета, как движется задняя ракета. И сделать из этого какие-то выводы. Значит, я считаю, что сделать из этого какие-то выводы, теорически, невозможно. И, в общем, то, что авторы делают, сводится примерно в три следующих пункта. Что они пытаются сделать и что у них получается. Дело в том, что если вы ограничиваете стоп ракет, то у вас, в принципе, некими инвариантными объектами являются мировые линии этих ракет. И вот имея только мировые линии ракет, и люди пытаются по этим мировым линиям построить некое растяжение, такое глобальное растяжение стержня. Или пытаются построить некое глобальное расстояние между ракетами, надеясь, что в зависимости от этого расстояния от времени, то ли оно остается конечным, то ли оно недосконечно растет. Оно и приведет к ответу на вопрос, рвется там или не рвется трус. Так вот, суть в том, что никакого расстояния разумного между двумя мировыми линиями, просто даны две мировые линии, ввести нельзя. Что получается? Вот смотрите, возьмем, например, некую точку А на первую мировую линию. И попробуем, так сказать, определить расстояние от этой точки А до второй мировой линии. Как это сделать? Ну, геометрический инвариантный способ такой. Мы возьмем касательный верхний. Так? Дальше возьмем перпендикулярный ему. Перпендикулярный ему, ну, в трехмерном случае гиперплоскостью, в одномерном случае мы ему ограничимся. Перпендикулярный ему вектор. Вот так нарисовано. Значит, вот красненькие у меня всегда и цветовые лучи. И, соответственно, касательные векторы перпендикулярные должны к цветовому лучу составлять одинаковые углы. Вот тут у меня одинаковые углы. Вот. Ну, это пересечение со второй мировой линии. Получили некую точку В. Казалось бы, все прекрасно. Вот, так сказать, у нас есть некий пространство подобный отрезок АВ. АВ, его длина, это расстояние между мировыми линиями. Дальше выбираем разную точку А, получаем разную точку В. Расстояние у нас меняется со временем. Все здорово, но только. Если мы теперь в точке В построим касательный вектор, то мы увидим, что он не перпендикулярен отрезку АВ. А он перпендикулярен никому другому отрезку ВС. И получается, что если от точки А до точки В строить расстояние, то получается одна величина, длина отрезка АВ. А если от точки В строить расстояние до вот этой левой мировой линии, то это получается длина отрезка АВ. Ну вот это я так символически написал, что расстояние в одну сторону не равно расстоянию в другую. Значит, есть единственное исключение. Единственное исключение – это те самые ракеты Мюллера, о которых я говорил сначала. Там расстояние между ракетами в сопутствующей системе, а это и есть расстояние в сопутствующей системе. Оно не меняется со временем. Сопутствующая система одна и та же для обеих ракет, и поэтому там расстояние в одну сторону равно расстояние в другую. Но там нет ничего интересного, потому что там это расстояние не меняется во время. И это единственный случай, когда это расстояние можно вот таким вот способом так однозначно и ввести. Второй недостаток, он еще более существенный. Значит, он заключается в том, что расстояние существует не для всех точек на мировой линии. А именно, вот смотрите, вот я нарисовал две мировые линии, я взял немножко другую конфигурацию, и вот из точки А, построив косметические векторы перпендикулярные, я могу определить расстояние АВ. Но вот для точки С у меня нет никакой точки на правой мировой линии, на правой мировой линии, значит, из которой можно было бы вот путем этой конструкции до точки С дотянуться. Ну и в частности вот в этой работе, на которой я писал комментарии, вот в этой недавней работе, значит, и прокладкой, там как раз была сделана ровно эта самая ошибка. То есть автор утверждал, что трос не порвется на основании того, что он рассматривал не все движение левой ракеты, а только движение вот с начала до пересечения с вот этим вот тросом, вот этим вот лучом света. Вот только до отсутствия. Потому что все, что дальше расположено, все точки типа С, которые дальше расположены, все просто из рассмотрения выпали, благодаря тому, что ну вот так, к сожалению, не устроено. Значит, вот в этой последней работе, которую я цитировал, значит, вот эта вот проблема, она была решена, ее предложили решить, но за счет того, что сделали некое дополнительное предположение. А именно, значит, что предложили авторы. Авторы предложили рассмотреть не только две крайние ракеты, но представить себе, что этих ракет много. Ну вот я нарисовал еще четыре посередине. И они предложили сделать так. Давайте мы не прямую будем проводить из точки автора и куба, а мы будем проводить некую линию так, чтобы она в каждой своей точке была серпендикулярна траектории этой ракеты. То есть, вот видите, я тут нарисовал вот эти вот галочки, это опять цветовые лучи. И вот линия, соединяющая АВ и вот эти вот самые траектории этих промежуточных ракет, они с этими цветовыми лучами образуют одинаковые углы. То есть, они друг другу перпендикулярны. И это уже будет не прямая, а вот, как видно, немножко пробнутая линия. Значит, это снимает проблему, что расстояние в одну сторону не равно расстоянию в другой, но, к сожалению, не снимает вот этой проблему. Вот эта проблема, к сожалению, остается. Ну, как бы я уведомил авторов об этом, я не знаю, поняли они, не поняли. Ну, это бог с ним. И отдельным пунктом, значит, путаница с жестким движением. Значит, имеется огромное количество работ, которые, вроде бы, так сказать, оппозиционируют, как обсуждающий продукт был, но при этом они рассматривают движение не ракет белых, ну вот в том принимании на предыдущем слайде, да, а ракет мюллера. То есть совершенно другой случай движения. Ну, вот так, так сказать, в двух словах, что по поводу, значит, критики предыдущих подходов. Вот, и теперь я перехожу по второй части, значит, непосредственно расскажу, так сказать, свой подход к парадоксу белла. Вот, но поскольку будет абсолютно, так сказать, конструктивистским, абсолютно вычислительным, то есть никаких споров, как я считаю, после того, что вот я вам сейчас расскажу, не должно быть вообще, то есть нужно просто брать и вычислять. Хотите выяснить что? Вот берите вычисление. То есть я введу сейчас некую величину, значение которой вам отвечает на вопрос. Вот, значит, я хочу, так сказать, два слова сказать, вот по парадоксу вообще и парадоксу полчатки. Что это такое? Значит, мы говорим, что есть парадокс, то у нас есть некая теория. И из этой теории можно сделать два вывода. Первый вывод, второй вывод. Но при этом два вывода противоречит другим. Вот в таком случае мы говорим, что мы имеем дело в парадоксе. Да? Все в порядке? Алло? Все в порядке. Все в порядке, да? Ладно, ну вот. Значит, в случае самой теории относительности, что по выводам 1 и выводам 2 обычно не имеется в виду? Ну, обычно имеется в виду расчет в разных инноциальных системах отчетов. С одной стороны считается, что все инноциальные системы расчет равноправные и везде должно быть одно и то, но вот, так сказать, расчет в одной инноциальной системе приводит нас к одним выводам, расчет в другой у нас к другому выводу. Ну, то есть эти выводы как-нибудь тоже не совпадают. Например, в одной лабораторной лицо мы видим, что расстояние между ракетами не растет, трос не должен рваться. а, допустим, сопутствующие, мы видим, что расстояние между ракетами не вышло, трос должен порвать. Вот тут у нас получается парадокс. Значит, понятно, что парадокс, во-первых, парадоксов во внутренней противоречивой теории быть не должно, то есть любой парадокс – это лишь кажущийся противоречивый. Какой-то из этих выводов неверен, может быть и оба что неверен. Но, по крайней мере, все понятно, как снять сам парадокс, то есть как снять противоречие между выводами расчетом в одной инерциальной системе и в другой. Можно сделать так, можно перевести, так сказать, парадокс на языком вариантных величин. То есть, если мы сумеем сформулировать задачу так, что вычисляемая нами величина будет инвариантом, Флоренцом, Сколяром, то мы заранее знаем, что его значение в первое иссо, его значение во второе иссо должно быть одинаковое. Если мы получили разные значения, ну, значит мы где-то просто в арифметике ошиблись. Но мы, как бы, заранее, если мы знаем, что мы вычисляем Флоренцов, Сколяр, мы заранее знаем, что должны получаться одинаковые. Таким образом, никакого парадокса, в том смысле, что рассчет в одну иссо приводится, новому результату, чем ракет. Другое слово, быть не должно быть. Это уже был первый этап, а второй этап это уже получить правильный ответ. Получить правильный ответ, действительно, ну а какая же реализуется возможность, то ли рвёт у нас трос, то ли мерзнет. Ну вот, так вот для того, чтобы ввести ту самую величину, тот самый Лоренцев скаляр, который нам позволит ответить на этот вопрос, нам нужно будет всерьёзно смотреть стержень так в сплошной среду. Вот это, так сказать, основная идея моего подхода. Значит, чем она отличается от подхода к рассмотрениям двух ракет, только двух ракет? Тем, что теперь у меня имеются не просто две мировые линии, а у меня имеется целое множество мировых линий, значит, вот X от C и ещё зависит от параметра S, где в качестве параметра S удобно рассмотреть расстояние до упаковящегося на деформированном стержне. Вот я ниже на рисунке попытался, так сказать, это изобразить. То есть у меня вот в начальный момент стержень, он у меня, так сказать, размечен вот такими вот рисками. Вот эти вот риски есть S, 0, 1, 2, 3, 4, 5. И пусть они совпадают в координаты X в начале моего времени. То есть X тоже 0, 1, 2, 3, 4, 5. Дальше стержень у меня начал двигаться. Вот в какой-то другой момент времени я нарисовал положение стержня и рисок на нём. Вот они и есть основные риски. То есть S осталось тем же самым. S 0, 1, 2, 3, 4, 5. А X, естественно, поменялся. X вот такой стал для S равный 0, для S равный 1, такой стал для S равный 2, 1, такой и так далее. То есть вот смысл, кстати, этого описания. Вот. Значит, ну для рассуждений более инвариантная форма мне может понадобиться не от времени, чтобы была зависимость, а чтобы была зависимость от некого параметра вдоль мировой линии. Ну это может быть собственное время, но не обязательно собственное время. То есть и координаты, и время зависят у меня от двух параметров. Ну, допустим, собственного мнения вдоль мировой линии и номера точки тропа. Вот такой более инвариантный и более характерный для этого рассуждения. И вот теперь два способа введения этого самого инвариантного удлинения. Ну первый способ, он чисто, так сказать, основан на тендерных законах преобразования. Значит, если вы возьмете вот такую величину, то есть здесь вот по мю и по мю, это четырехмерный индекс, ну в данном случае они у нас одномерные случаи, два значения пробегают, 0 и 1. Значит, нижний индекс вот этот S и T означает дифференцирование. То есть у нас есть функция, зависящая от tau и от S. И вот мы ее можем по S продифференцировать, можем по tau продифференцировать. Взумяется ли, тоже по tau дифференцировать. Значит, квадрат, ну это означает опять-таки Лоренцев квадрат. То есть это и X мю умножить на X мю. Вот сверху по имени. Вот. Ну, сама запись НЗРН, она явно, так сказать, показывает, что это у вас Лоренцев столяр. Если tau будет у вас временем в лабораторный ISO, то вот к такому простенькому выражению вот эта страшная конструкция сводится. И, в принципе, из этого выражения видно, почему я вообще называю это удлинением. Значит, если это у вас покоящийся стержень, то это сводится к производной координации по номеру, значит, и точке S. И это обычное удлинение, то, к чему мы привыкли вот в теорию упругости в нейроэлектрической системе. Второй способ, он несколько более, так сказать, внутренний. Он основан на так называемом условии Борна. Напряжение появляется, когда мы делаем сопутствующую стержню ISO, длина малого куска стержня отличается от удлинной состояния покоя при отсутствии напряжения. Вот. То есть здесь мы должны перейти в сопутствующую ISO, значит, там вычислить вот эту вот производную, как мы бы делали в классике, вот. Ну и, так сказать, на это получить ответ. Ну вот если вы проделаете, то получите ту же самую формулу, которая была на предыдущем. Ну и два замечания. Значит, вот введение этого н-вариантного удлинения снимает парадокс. То есть вы просто вычисляете н-вариантное удлинение в вашей задаче, ну и смотрите, так сказать, если у вас в условии задачи сказано, что стержень, допустим, может растягиваться в два раза, а более чем в два раза растягиваться не может, то он лопается. Ну вот вы смотрите, если н-вариантное удлинение у вас все равно меньше двух, значит, стержень не лопается. Если где-то стало больше двух, значит, стержень лопается. Вот и все. Значит, спорить не надо, надо вычислять. Ну и второе очень важное замечание – то, что инвариантное удлинение является локальным параметром. То есть мы отказываемся от самой идеи, что надо найти какую-то длину троса, всего троса, или что нужно найти какое-то расстояние между кораблями. Это глупая абсолютно величина и абсолютно ненужная. Трос рвется в конкретном месте в конкретный момент времени. И поэтому вот это удлинение, зависящее от координатов и от времени, то есть являющееся локальным параметром, вот это и есть правильный параметр, который нам предсказан. Ну и кроме того, он является Лоренцем вариантом, поэтому парадокс снимается автоматически. То есть откуда ни вычисляю его, мы получим один и тот ответ. Ну вот. Ну и вот два слайдика, значит, таких коротеньких я, может быть, не буду особенно комментировать. Значит, сначала частный случай, инвариантное удлинение Лоренцева сокращение. Значит, если мы рассмотрим, стержень покоится и не растянутся, покоится инверциальной системе отсутствия. Ну, написан закон движения . Вот вычисляем инвариантное удлинение, просто подставляем формулу этот закон движения, получаем единицу. Теперь мы берем и пересчитываем этот закон движения к какое-то другое слово, которое стержень теперь будет двигаться со скоростью v. Вот мы его пересчитали, вот он стал другим. То есть вот этот закон движения мы пересчитали, вот он стал другим. Если мы просто вычтем координаты троев стержня, ну вот, при s равном 0 и при s равном l, мы их просто вычтем в один и тот же момент времени, вот в т.е. здесь одинаково, то получим r на корень, то есть знаменитая Лоренцева сокращение. Однако, если мы подставим вот этот закон движения в формулу для удлинения инвариантного, ну вот я его подставил, да, то снова получим единицу. То есть то же самое, что и здесь. Ну, это естественно, потому что инвариантное удлинение представляет собой Лоренцева. Вот. Таким образом, смысл этого в чем? Что вот тогда как обычная длина сокращается по Лоренцеву, вот это вот инвариантное удлинение, оно при переходе в другую ISO не меняется. Поэтому, на самом деле, именно оно является нелилом того, растянут или не растянут, или там сжат или не сжат у нас стержень, есть ли у напряжения или нет у напряжения. Вот. Ну и вот, значит, тут немного соотношения реликвидской и нереликвидской теории упругости. Я просто хочу несколько сравнений провести. Сравнение в чем заключается? В нереликвидской теории есть преобразование Галилея, поэтому удлинение имело вот такой вот вид. Почему? Потому что оно было инвариантным относительно преобразования Галилея. Свой есть преобразование Лоренцева. И удлинение имеет вот такой вот вид. Почему оно имеет такой вид? А потому что тогда оно будет инвариантным относительно преобразования. То есть вот такая вот аналогия, значит, каков смысл инвариантного удлинения. На самом деле и классиковое удлинение тоже инвариантное. Но вот непосредственно переносить его в то нельзя, потому что разные преобразования координат для перехода из одной и полной. Соответственно, значит, удлинение должно быть модифицировано в следующий момент. Вот. Ну и вот наконец-то, так сказать, мы подходим к главному во второй части. Это оценка на инвариантное удлинение в задаче Белла. То есть все-таки порвется или не порвется просто. Вот. И вот предположения, значит, технические некие предположения, по сути дела. Значит, стержень не складывается в гармошку и всегда остается между ракетами. Может быть, немножко непривычно, но очень понятно. То есть трос может сложиться в гармошку, а стержень, значит, мы предполагаем, что его в гармошку не складываются. Тогда он все время остается между ракетами. То есть все точки стержня, они позади первой ракеты головной и впереди второй. Ну и мы докажем оценку до случая, когда ускорение ракет ограничено снизу. Не будем слишком жесткие условия ровной скорости накладывать на ракеты, но то, что ускорение ограничено снизу, мы должны будем наложить. Вот диаграмма пространство времена я нарисована. Значит, мировая линия первой ракеты, мировая линия второй ракеты. Точки троса находятся где-то в заштрихованной области. Вот я до момента времени Т большое буду все рассматривать. Вот. И вот такая-то точка троса, какая-то, при каком-то фиксированном R у меня имеет вот такую мировую линию. Значит, я эту мировую линию только не знаю. И я вместо этой мировой линии буду потом ниже на второй странице рассматривать просто прямую соединяющую начало и конец. Вот. Вот вся эта картинка. Ну и вот здесь, значит, некий вывод. Значит, вывод на чем основан? Вот основная идея – это интегрирование вот этого равенства. Ну, это определение инвариантного удлинения, просто по-другому переписанное. То есть корешок если направо перенести, то есть будет определение инвариантного удлинения. То есть по прямоугольнику. Вот по заштрикованному на предыдущей странице прямоугольник. Вот. И вот оказывается, значит, интеграл от правой части тривиально совершенно вычисляется, как полная производная стоит. Вот. А интеграл от левой части оценивается. То есть он оценивается сначала по максимальному значению удлинения, а затем, после того, как возникает внутренний интеграл, мы в нем узнаем не что иное, как собственное время для точки троса. И вот это собственное время для точки троса можно оценить, не зная, как точки троса двигаются, оценить просто вот по равномерному и прямолинейному движению от начального положения до конечного. Вот. Ну и в контактном значении получается вот такая оцена. То максимальное удлинение заведомо больше, чем такой вот корень, и вот здесь в числителе стоит буква ПТ. Это означает, что чем больше время, тем больше у вас удлинение. То есть оно как бы заведомо больше. Вот есть какая-то точка, в которой удлинение заведомо больше, чем корень из цены, ну, в точность до какого-то момента. Таким образом получается, что удлинение заведомо растет сперни со временем и рано или поздно сперни поражает. Вот. Ну и третья часть. Значит, я уж совсем, как говорится, буду головом по Европам. Если кто-то захочет, все материалы есть, значит, там можно потом рассмотреть. Вот. Значит, я рассмотрю три задачи. Ну и у меня для того, чтобы рассмотреть эти задачи, конечно, уже вот тех простых оценок или того размахивания руками, которыми я до сих пор занимался, будет недостаточно. Мне нужно будет уже честно писать вравнение. И вот тут представлен некий вывод, он в принципе известен. Вот у меня есть ссылочка. В принципе вот досюда вот, досюда вот все известно. Это классическая книжка написана. Вот. Вот то, что написано здесь, оно, ну, не так сильно известно. То есть, в принципе, вот мне показали книгу «Смякович», но первое издание обязательно, 65-го года, где вот эти уравнения есть. Вот. А глагол 6, к сожалению, только в неженитивистом случае. А в неженитивистом случае почему-то не было. Ладно, вы их что-то не найдете. Вот. Значит, я вывод, пожалуй, не буду комментировать, я его пропущу. Я прокомментирую только результаты. Значит, результат вот такой. Можно ввести некие величины, которые называются варианты ритма. Значит, g плюс-минус, ну, традиционное такое обозначение. Значит, вот как они, так сказать, выглядят. Это гиперболический артономент скорости, плюс-минус, некий интеграл. Значит, сюда входит n, это обратное растяжение стержня, то есть n, это единица на дельта. А t, это скорость звука в стержне, которая, в принципе, может зависеть от n. И для этих, так сказать, инвариантов Стриммана получаются два уравнения. Уравнения очень простые. Вы, так сказать, сейчас мигом скажете, что вот это вот сколько, да, представляет собой не что иное, как критическую сумму выхода растений. Скорость движения среды и плюс-минус скорость движения упругой волны в среде. Вот. То есть это не что иное, как вот у вас среда движется со скоростью v, упругие волны в этой среде бегут направо и налево. Ну и, соответственно, относительно лабораторная система отсчета. У вас получается реликтивистская сумма либо реликтивистская разница. И вот метод этого уравнения сразу нам подсказывает, какая модель будет особенно простой для исследования. И особенно простая модель, конечно, получается, когда скорость крутит к волну равна скорости света. Когда уравнение превращается просто dp dt плюс минус dp dt, одновременно упрощается выражение, интеграл можно явно вычислить для n-варианта Риммана. Вот. И получается, что можно написать просто общее решение исправления. Вот можно написать общее решение исправления. Значит, задачи функции f от c и g от s, их надо уже искать из граничных и начальных условий для каждой конкретной задачи. И вот три задачи, значит, которые я решил, они такие. Разгон первен за передний конец. Вот тут диаграмма нарисована. Значит, передняя ракета движется по заданному закону. Вот этот закон в переменах все это имеет такой простой вид. Это гипербола, естественно. Значит, все на это равно минус единица. Вот. И здесь, значит, в заднем ограниченном условии известно скорость переднего конца стержня, потому что он привязан к ракете, а ракета известно как движется, значит скорость известно. Это приводит вот к такому вот условию на функции f и g. Задний конец неизвестно как движется, потому что он свободный. Но известно, что на нем не должно быть напряжение. Ну откуда на свободном конце взять напряжение? Это приводит вот к такому вот такому условию. Вот. Ну и кроме того, из того, что, значит, по инвариантам Риммана можно определить скорость, значит, получается, то можно написать уравнение, как выглядит уравнение движения того самого заднего конца через функцию f и g. Вот оно выглядит так. Ну и в начальный момент обе функции f и g равны единице. Ну и вот тут, пользуясь тем, что функция f зависит только от x, то есть она на любой вертикальной прямой принимает одно и то же значение во всех точках этой прямой, а g зависит только от x, то есть она на любой горизонтальной прямой принимает одинаковые значения во всех точках этой прямой. Вот. Можно предложить следующую общую, так сказать, схему решения всех трех задач. Она для всех трех задач будет одинаково. То есть сначала мы вот, зная функцию f вот здесь, можем ее взять и перенести на всю область 1, вот знать треугольничек. То есть вот всему равна функция здесь, потому что она будет равна вот любой точке выше. Она равна единице, значит она все здесь равна единице. Дальше. Зная f на заднем конце, мы можем найти, во-первых, уравнение, как двигался задний конец, а так, что здесь f прямая, и во-вторых, можно найти концу жизни. Теперь мы уже знаем вот две значения их условий, и вот здесь мы ее знаем только что нашли. Мы по горизонтальным прямым ее сносим. Сносим на область 2. Потом по вертикальным f сносим, и потом опять на горизонтальном сносим g. Ну и вот так вот методом таких вот отражений туда-сюда, туда-сюда, используя каждый раз граничные условия. Вот. Мы можем найти значение f и g. Ответные варианты климана, а следовательно скорости и растяжение. Вот. Для всех точек. Ну и вот что получается. Эта формула, я думаю, не очень интересна. А вот картинка. Вот. Значит получается вот что. Ну это вот увеличенная картинка, на которой я схемку показывал. Значит здесь вот тонкими линиями показаны траектории различных точек стержня. Ну вот видно, что вот здесь, например, траектории подгущаются, вот видно они друг к другу ближе становятся, здесь наоборот реже, да, растягиваются, здесь они все и без параллельных. А цветными линиями и с подписями, значит, показаны значения растяжения. То есть вот здесь растяжение везде равно единице. И вот здесь оно равно единице. То есть не растянут. Вот здесь полтора, вот на этой красной линии, тут два, так далее, так далее, так далее. Ну вот видно, что растяжение, оно все время растет, растет, растет. Я думаю понятно, как это дальше продолжается. Вторая задачка – это разгон ракетами белого. Ну то есть известно движение передней ракеты, известно движение задней ракеты, они только с другом получается сдвигом. Вот. Ну и тем же самым приемом. Ну здесь, опять-таки, все картинки нарисованы одинаково. Тонкие линии показывают мировые линии отдельных точек стержня. Вот. Вот тут видно, где-то они там шире стали, где-то они теснее стали друг к другу. Вот. Линии, опять-таки, показывают, линии и цифры возле них написанные, значит, показывают значение удлинения. То есть здесь вот удлинение равно единице. И вот здесь вот. Это вот те точки, где те же не растянут. Вот. Задняя ракета, начиная двигаться, создает волну сжатия, соответственно здесь вот растяжение получается меньше единицы. Вот в этой точке и вот в этой точке, оно минимальное. А передняя ракета начинает двигаться, тащит за собой стержни, естественно создаёт волну растяжения. И вот эта волна растяжения вот растет, растет, растет растет. И вот третья задача. Это разгон ракетами Мюллера, это те ракеты, как вы помните, расстояние между которыми остается в постоянном сопутствующей системе. Здесь картинка совершенно другая. Здесь оказывается, что растяжение остается конечным. Вот оно вот так вот меняется. Сейчас там будут вот эти квадратики, в центральном квадратике оно меняется от β до единицы на β, β – некое число меньше единицы. Здесь от единицы до β, здесь от единицы до единицы на β. Вообще во всем тросе, во всем стержне оно заключено вот в таких вот пределах. Оно не растет со временем. Вот здесь оно равно единице, то есть не растянутый, на стержне не сжатый, вот здесь равно единице. Вот здесь равно единице. Дальше опять равно единице. И дальше вот эта картинка просто бесконечно повторяется. Соответственно передняя ракета тянет, создает волну растяжения. Здесь у нас несколько больше единицы, здесь максимальное растяжение. Вот. Значит эта картинка повторяется. Повторяется в каком смысле? То есть вот этот вот прямоугольничек нужно сжать в четыре раза по вертикали и растянуть в четыре раза по горизонтали. И он перейдет вот в этот прямоугольничек. Вот он нарисован не полностью у меня, а вот тут кусочек сюда влез. По вертикали видно, что он в четыре раза меньше, чем вот этот. А по горизонтали в четыре раза больше. То есть он за край далеко очень выходит. И так далее. И он будет пристыкован вот так уголочком. Дальше вслед за ним вот этот прямоугольничек вы тоже должны в четыре раза сжать по вертикали и в четыре раза растянуть по горизонтали. И его следом пристроить и так далее, и так далее, и так далее. И вот картинка она будет просто таким образом состоять в принципе из одного и того же куска, который повторяется каждый раз сжимаясь по вертикали и растягиваясь по горизонтали. Ну и при этом остается растяжение конец. Ну и теперь последняя самая часть обсуждения и какие-то мысли по поводу того. Значит, когда это все пять лет назад 52 рока была, то почему-то очень много возникало каких-то непоняток по поводу того, как вот то, что я рассказал, что относится к классическим решением. И поэтому вот здесь расписана классическая задача. Здесь расписана классическая задача. Ну и по поводу этой классической задачи сразу же тоже возникли какие-то страшные непонятки. Хотя ну что казалось бы. Вот у вас есть рамка такая, в ней есть пружина. И вы эту рамку начинаете ускорять направо. Абсолютно классическая задача. Абсолютно линейным уравнением описано. Что будет с этой пружиной происходить? Ну вот очень много нападок. Я придумал решение, где будет некая новая переменная. Я стараюсь объяснить, что будет. Значит, будут волны конечно бегать, но если мы представим, что у нас волны затухают, мы рассматриваем случай, когда у нас нет затуханий, волны будут бегать вечно. А если мы предположим, что волны затухают, то в конце концов должно получиться некое, так сказать, жесткое движение этой пружины. И в чем оно будет составить это жесткое движение? То передняя часть пружины растянется, задняя часть пружины сожмется. Вот. И вот если вот здесь специально нарисовал точечки одного цвета, да, очень хорошо видно, что две зеленые, например, они блисты друг к другу, две красненькие блисты, а в середине или середине они очень далеко друг от друга. То есть получается, что здесь растяжение, здесь смещение мало, здесь смещение мало, здесь оно максимально. То есть смещение, оно имеет вид такой вот параболический. Вот можно вот этим вот членом и описывать. То есть есть движение как целое, как целого этой самой пружины, да, значит, ускоренное, плюс вот эта вот самая деформация за счет ускорения. Вот. А вот этот вот член, последний, он описывает чисто в области. Вот. Ну и вот здесь вот, так сказать, написано, как этот член выглядит, а вот картинка. Вот. Потому что ну там проще на картинке. Вот если вы на эту картинку посмотрите, вы увидите, что картинка, она опять тоже повторяется бесконечно, она очень похожа на ту, которую я показывал до этого. Вот разгон ракетной энергии. Она, так сказать, ну очень-очень-очень похожа. Именно качественная. Вот. Вот, значит, в чем, как говорится, тут соль. Значит, если мы восстановим размерность, вы помните, что первым делом надо с размерным величином перешел, вот, и будем отсекать координат от передней ракеты. То. Ну вот так будет выглядеть уравнение. И что получится в нелетистическом пределе? В нелетистическом пределе, оказывается, получается, что ракеты Белла и ракеты Мюллера двигаются одинаково. То есть, впадают. И мировая ли нет ракеты, мировая ли нет. И поэтому ставит вопрос, какая задача Белла или Мюллера, на самом деле, скажется, классическая. Ну и, как я уже сказал, значит, если вы на детальные картинки посмотрите, как там волны бегают, как растяжение, как ведут эти тросы, вы увидите, что, конечно, задача Мюллера, разгон ракета Мюллера, она гораздо больше похожа на классический удар. То есть, в принципе, мы можем, поскольку и та и другая в нелетистическом пределе, то есть та и другая задача переходит к классическому, мы можем считать, что они обе аналогичны к классическому. Ну, конечно, понятнее, что задача Мюллера аналогична к классическому. В ней сетеволны все очень похожи. И растяжение остается конечным, как у классического. А задача Белла, вот она такая особенная. Это не совсем аналог. Хоть и кажется, что это аналогичный, но не совсем аналогичный. Если восстановить, значит, размерные множители в оценке растяжения Белла, вот той относительно, которую я описал, то что получается? Какая конструкция возникает? АТ делить на Т. Ну и в классике АТ – это не что иное, как скорость, которую набрали ракеты к моменту времени Т. Если вы будет равноускоренно двигаться, то к моменту времени Т вы наберете такую скорость. Ну, либо большую, либо даже большую, если А – это ограничение ускорения снизу. Ну и видно, значит, что стоит отношение этой скорости к скорости света. То есть для того, чтобы эта оценка вообще стала эффективной, вот это отношение должно быть достаточно большим. А если она достаточно большая, значит классическая скорость уже не работает. Тем образом, вот задача Белла, она такая очень хитрая. Она вроде бы как бы в пределе переходит в классические задачи, но при этом пределы, вот он такой вот очень хитрый. Для того, чтобы вот это вот реликтивистское растяжение, которое приводит в конечном счете к разрыву троса, для того, чтобы оно начало работать, вы должны далеко-далеко-далеко выйти за пределы применимости классического решения. Ну и последний слайд, собственно говоря, значит, вот такие новые вопросы у меня возникли в связи с полученным вот тогда 5 лет назад результатом. Ну, во-первых, конечно, я об этом не сказал, куда разумно раньше времени. Вот во всех тех картинках, которые я рисовал, там трос, конечно, астрономический дизайн. Там длина троса в порядке квадрат скорости цвета делится на ускорение ракет. Но если вы возьмете квадрат скорости цвета и ускорение ракет там в порядке g, вот это будет астрономическое длина. Конечно, хотелось бы получить решение вот в пределе короткого стержня, но не для какой-то конкретной модели, как я взял, что скорость звука всегда равна скорость цвета, а для какой-то произвольной скорости звука. Второй вопрос очень интересный. Это вот когда происходит разрыв и где? Разрыв происходит тогда, когда, ну, допустим, условно, здесь нарисовано условно двое. Допустим, мы знаем, что рост у нас может растягиваться в два раза. Два раза растянулся, держит еще, и больше двух раз, все, лопну. Тогда он будет лопаться там, где у нас дельта будет равно 2. Но дельта равно 2, дельта зависит от двух переменных, это некая линия. Вот здесь я и условно нарисовал, вот это вот, на ней есть два точки А и В. Или вот так вот может идти эта линия. Вот она нарисована. И вот вопрос, может ли я нарисовалась в случае, который на левой картинке показывает? Чему, кстати, это интересно? Потому что здесь, если вы посмотрите в лабораторной системе, то есть в очах ХТ, то вы увидите, что А имеет время меньше, чем В. Однако, если вы посмотрите в другой лицо, в движущийся, вот в очах ХТ и ХТ, вам нужно будет уже точки сносить в параллельность ХТ, и тогда уже В будет раньше А. Ну, это обычная, так сказать, релятивистская относительность одновременности, но вот интересно. Получается, что если вот такая картинка реализуется, в принципе, может как-либо реализоваться, то трос должен рассыпаться в пыль, то есть он должен порваться во всех секциях секций 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 секций. Если же только такие картинки могут быть, то трос извлется в месте крепления к передней ракете. То есть вот, если вся эта линия лежит в световом конусе будет, то место разрыва, оно тут определенно. Вот вопрос может ли спрос у вас? Да, тоже интересен, но ответ на него я не знаю. Еще один вопрос, который тоже интересен. Вот в связи с теми работами Файнберга, которые я делал, я рассматривал модель без диссипации. Модель без диссипации, если вы стержень с места рванули, то в нем возникли волны, и никуда они потом в основном не будут. Как и будут у вас вечными. Вот. А обычно, как говорят, что вот, ну как вот в теории относительности. Да, вот вы взяли стержень, вы его как разогнали, а потом дождались, пока волны в нем затухнут. И вот тогда его длина будет сокращенной, так сказать, вот ровно на тот самый рементировщий корень рации. Вот. Вот интересно было бы рассмотреть какое-то, обобщить это все, на какую-то задачу, с учетом вязкости к руководству, вот, и посмотреть, ну, для какого-нибудь конкретного, так сказать, разгона стержня, действительно ли получится, что в конце концов стержень будет сокращенный по лоренсу. Потому что это может случиться, что он будет другую температуру иметь, чем сначала, и вот тогда не сможете разделить сокращение по лоренсу и, значит, какое-то удлинение исключительно температуры. Вот это вот интересно, то есть, действительно ли он просто сокращается по лоренсу или, так сказать, как его не разгоняй, какие-то будут еще термодинамические. Вот. Интересно посмотреть трехмерное обобщение всей этой конструкции, известно, как это сделать, и рассмотреть еще один знаменитый парадокс, парадокс Ренфеста. Ну, это вот с вращающим шестоликом. Вот. Еще одна тема очень интересная, значит, рассмотреть вот эти сплошные тела, как синематические связи. Ну, то есть, вот, вы в неренчайском приближении можете, например, рассмотреть не только точечные заряды в электродинамике, можете рассмотреть заряженную палочку, или заряженный шарик, или там заряженный треугольник. Вот. А если вы хотите в теории относительности это делать, ну, или хотя бы в дарвиновском приближении, то есть, когда у вас излучения нет, но тем не менее, значит, эффекты теории относительности в порядке b2 на c2 учить. Вот. Уже так просто, значит, абсолютно твердые тела рассматривать нельзя, потому что это противоречит. Вот интересно, можно ли вот такие вот твердые тела рассматривать в те кинематические связи. Может это привести к каким-нибудь интересным методам решения задач Карли. Ну и, наконец, если совсем говорить о Лоренском вариантной теории, то, конечно, интересно, ну, известно, что в электродинамике есть проблема. Значит, заряд не может существовать, заряд, не точечный заряд, да, не может существовать сам по себе, посредством одних только электрических сил. Он должен разлететь в этом куске, потому что отдельные части будут остаться с другой. Поэтому, чтобы этот заряд, он как-то сохранялся, ну, нужны какие-то силы неэлектромагнитной природы, как говорят, или там резинку Панкаре их называют. Вот. Значит, но суть в том, что вот полной такой Лоренсон-вариантной динамической теории, да, таких резинок Панкаре, ну вот до сих пор не предложен. В принципе, вот этот вот подход к теории упругости, то есть рассмотреть упругое заряженное тело, да, полностью изначально Лоренсон-вариантной. Он, может быть, мог бы пролить свет вот, ну, на некоторой проблеме, там, точечного заряда в электродинамике. Ну, безусловно. Ну вот, наверное, все. Все, да? Да. Спасибо, Дмитрий, за это самое, за доклад. Вы смотрели, ссылки там я кидал на это, на скайтеке, то, что форум, там товарищ Кравченко довольно-таки много написал по поводу всего этого. Ну, очень много, поэтому прочитать это я сейчас, наверное, это все я не смогу. Конечно, некоторые пункты могу озвучить, но это к моменту о вопросах. Ну, нет, ну, ради бога, мы же уже пришли к вопросу, нет? Не знаю, если вы... Я, 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 я все, все, что хотел, я скажу. Да, ну, тогда, пожалуй, дальше по логике должно быть что-то на обсуждение похоже. Если вы хотите закрасочникам задать вопрос, вы задайте, но только так, как бы, вот, если вы, вот, не понимаете. Потому что... Навряд ли. Так, хорошо. И, опять же, вопросы, ну, тут риторические вот товарища Морозова, он их задавал на самом этом Вебексе, там, в сайте. И вот просто первый довольно-таки интересный вопрос. Почему выбрана эта аудитория? Не его, конечно, дело, но каждый сам выбирает тему и привычная аудитория. Ну, это вопрос риторический был, конечно, так что его, на него отвечать, наверное, не стоит. Это так. Нет, ну, если вам интересно, я могу ответить. Ну, можете ответить. Значит, аудитория, конечно, не была выбрана ни каким образом, она, так сказать, ну, просто так случилась. Вот, а непосредственных у меня два было, так сказать. Две причины были непосредственные, да, вот, так-то этим заниматься. И первая непосредственная причина связана с тем, что у меня пять лет не доходят руки, и это все как-то, значит, систематизировать, и какой-то, так сказать, мятный текст на эту тему написать, да? И отошлась там в тот же European Journal of Physics или в Американ. Вот, значит, и меня, конечно, вот, необходимость подготовить вот эти прозрачки, да, еще раз отравлено думать. Вот, она, ну, дисциплинированная. Мой личный профит с этого, это то, что я, может быть, все-таки теперь, да, я напишу статью. Вот, потому что иначе, когда ты не обязался, да, никому что-то сделать с собой в конкретный срок, то показывает, что это и никогда не делали. Вот, ну, а второе, я просто подумал, что, может быть, вам будет интересно. Вам лично либо. Потому что вы, когда я вам предложил передоклады на выбор, вы почему сразу на это собрать изменения? Ясно. Хорошо, я даже польщен. Причины выбора доклада. Опять же, тут Александр, который, Макеев. Вы очень часто и почти каждый раз пишите много комментариев, которые можно расценивать как вопросы, но очень редко их потом озвучиваете, и поэтому они уплывают куда-то там наверх в чате, и их никто не читает. Поэтому, если вы вот это все пишите, хотите на самом деле спросить... Я могу озвучить. Правда, сейчас я стимулирую еще и довольно серьезные научные положения, касающиеся для поведения фотонов, которые я решил оставить для статьи. Но то, что здесь я написал, я могу сказать, что длина волны фотона, испущенной зону в прошлом, не только не сокращается, но, наоборот, увеличивается. Это один из факторов покровения цифра излучения фотонов. Там как минимум три фактора. Это в момент излучения скорость удаления источника. Вот это как раз удаление от нас фронта, приближающегося фронта фотонов. И увеличение объема пространства, занимаемого самим фотономом. Вот именно вот этот самый третий фактор как раз и докладчик не учитывает совершенно. И плюс он не учитывает, конечно, фактор времени. Поскольку космологический рост, объем количества материи, вакуума, вещества, он четко связан со временем, это универсальное, постоянное, частично нам известно, как постоянная хабла, материя. Сейчас докладчик на это реагирует. Дмитрий? Я, честно говоря, не совсем понимаю, какое отношение то, что Вы говорите, имеет к задаче, которую я рассматриваю. Вы рассматриваете абстрактную модель, некий абстрактный стержень, некие абстрактные ракеты, которые как-то там прицепляются к этому стержню, так что двигатели никак не воздействуют, ну, выбросы продуктов горения этого двигателя, не воздействуют на этот стержень, и насколько прецедионно точно согласовывается величина тяги каждого из двигателей каждой из ракет, чтобы не вносить мельчайшие погрешности в эту самую модель идеальную. Могу говорить? Сейчас. Нет, давайте на этот комментарий, Дмитрий, Вы отреагируете. Я, честно говоря, не знаю, как реагировать. То есть, ну, у меня единственная реакция, что, как бы, тут вот просто... Ну, любую задачу, да, любую самую простую задачу можно, конечно, запутать так, чтобы ее нельзя было решить. Я ее не забыл, я ее привожу в физические вещи. К физике. Я из абстракции вытягиваю ее к физике, чтобы было наглядно понятно, а не так, чтобы в одни формулы влезли, и чихать, что там происходит в реальности. Ну, вот-вот... А можно мне как-нибудь... Нет, давайте... Давайте, Дмитрий, когда... Вы просто понимаете, что... Дмитрий, Вы... Давайте мы с одним, может быть, человеком закончим. Да. Ну, хорошо, сейчас. Ну, мне очень понравилось, понимаете, мне очень понравилось, так сказать, высказывание, вот тут, кстати, на известном форуме сайте Clibrary, да, который... Мы все знаем и любим. Мы все знаем и любим, да. Вот, там есть некий человек Валлах, он совершенно замечательно написал, вот на тему, так сказать, да. Я почти дословно цитирую, значит, пренебречь это альтам недоступно. Пренебречь это делают арты, потому что они без упрощения не умеют решать задачи. Как бы, значит, дальше он написал так, что альты не умеют решать задачи с упрощением, но им и не надо их решать. Вот. И вот все, вот практически дословный комментарий. Мне очень понравилась эта мысль, то есть, ну, я понимаю так, что если вам не надо решать никакие задачи, ну, вы можете, конечно, их запутывать до бесконечно. А если вам, вы хотите задачу решить, ну, получить, так сказать, какой-то результат, да, то, ну, приходится ее упрощать. Поэтому я к этому отношусь к упрощениям, к пренебрежениям, к идеализации, ну, так сказать, как в нормальной процедуре, ну, умею, да. Ну, не умею по-другому. Ну, по-другому. Все-таки можно мне репутать? Подождите. Ну, тут, пожалуй, мне стоит согласиться, что все задачи, которые решаю, они даже не имеют отношения ни к ортодоксальному, ни к альтернативистическому. Ну, они все упрощаются, иначе невозможно решить просто задачу будет. Это же касается экономических задач и, там, физико-математических, физико-фильтрации и все такое. Ну, это так, к слову. Я думаю, что упрощение должно быть не вычленением отдельного вектора одиночного, а упрощение филографичным, то есть объемно-топологический, в том числе и социальные, и физические проблемы рассматривали. То есть, убирая некоторое количество, множество векторов, каких-то проявлений качеств и свойств, мы должны рассматривать какой-то пакет этих векторов, которые, ну, приблизительно симметрично-ферично исходят или приходят к рассматриваемому точному, условно точному объекту, или же к каждому из точек, условно протяженного объекта. Ну, я тут что могу сказать? Я могу сказать свое тут отношение к упрощению. Мне кажется, что любое упрощение имеет право на жизнь, если только вы вместе с водой не выплескиваете ребеночка. Если вы ребеночка выплеснули, если после вашего упрощения задача стала либо тривиальной, либо бессмысленной, ну, это, наверное, плохое упрощение. А если ваше упрощение, значит, так сказать, дает вам возможность формулировать, с одной стороны, решаемую, а с другой стороны, если это какую-то нетривиальную, осмысленную задачу, ну, то любое упрощение имеет право на жизнь. Ну, вот думаю. Ну, не любое, я не думаю, что должно быть любое упрощение. Вы еще не рассматривали в своих моделях поведение материи вакуума? Ну, я много чего не рассматривал. Я же говорил, вот у меня как бы есть вот новые вопросы, да, в связи с тем. Это первый шаг, ну, безусловно, конечно. Я говорил, что любую задачу можно, так сказать, запутать и, как это, твой Капица, например, да, в свое время тоже формулировал, там, какие-то задачи. Он говорил, что, ну, вот я вот вам сейчас формулирую задачки, ну, вот их можно на разном уровне решать. Можно, так сказать, на уровне студенческой курсовой работы. А, в принципе, вот из каждой задачи, которую я сформулировал, можно и докторскую диссертацию сделать. Все зависит от того, насколько глубоко вы попали. Ну, опять же, и студенческие, и школьные, и докторские диссертации, они могут тоже опираться на модели, чересчур упрощенные, не телографические телены. Телографично вы это знаете, это факт уже научный, можно сказать. Поэтому все же нужно отходить от вот этой самой раздробленности представления на отдельные клочки знаний. Один и две вторая поля проблем научных. И смотреть тёжки комплексные. Вот эти самые частные поля, которые рассматривают отдельные исследования, нужно тёжки объединять в килограмму. К килограмму рассматриваемых в килограмму. Естественно, мы всё досконально не сможем просмотреть, но на некотором интервале масштабных величин и некотором пакете качеств объектов и полей мы можем всё-таки рассмотреть. Для того и наука, чтобы её развивать, а не то, чтобы уходить в какие-то отдельные направления и области, и в итоге каждый в области или направлении будет заниматься, а в целом наука будет уже не целостой, а распадётся на рост каких-то лекторов и точек, которые никто не сможет собрать. Ну хорошо, эта позиция понятна, но тогда бы, к сожалению, у нас ракеты не летали, корабли не плавали. Приходится всё равно рассматривать, ну придётся всё равно рассматривать таким упрощением. Нет, всё равно, и изготовители ракетных двигателей, они изготавливают двигатель, проектируют двигатель, они всё-таки учитывают, для чего он будет использоваться, в таких условиях. То есть всё-таки географичностью не тянуть. Также разработчики ракет тоже учитывают, такой тяги и двигатель они смогут использовать, и сколь длительный может быть импульс, который они смогут реализовать с этим двигателем. Ну хорошо, нам позиция, вообщем, ясна. Позиция, на самом деле, вполне разумная, но мне кажется, что это идёт. Ну всё-таки идёт, что наука станет все знаниями. Ну да, нет, 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 вы с чем-то спорите, так сказать, или не спорите, я не знаю. Но на самом деле, к этому постоянно всё идёт. То есть сначала какие-то отдельные явления рассматривали, потом увязывали модель, всё время совершенствуют, учитывают всё больше и большее количество факторов. Вы хотите все факторы собрать в кучу? Ну, собираюсь, но просто, может быть, не так быстро, как вам топелось бы. А так, ну, нет, это процесс идёт. Я этого не занимаюсь, именно разработкой всезнаний. Я уже создал основу всезнаний. Это замечательно. База вот этой мировоззренческой научной базы, она всё-таки остаётся разгробленной, и многие исследователи в частности противятся именно интеграции разных знаний в целостное знание. Каждый хочет спасти своё стадо научных проблем и не пускать туда возможности. Я исключительно за интеграцию. Единственное, чтобы интеграция не привела к тому, что я ничего не смогу решить. Вот у меня единственный верхний потолок интеграции, когда я перестаю понимать задачи вообще, и когда я уже ничего не могу сказать. Вот если, так сказать, до этого, ну, это мой личный потолок. Ну, это зависит от того, каков словарно-понятейный запас у каждого человека есть, толковательные конструкции, которые объясняют каждое из понятий и системы, образуемые из этих понятий, описывающие объективную реальность. Хорошо, да. Вопрос, я не помню, кто хотел вопрос задать, всё включался. Я хотел прокомментировать немножко. Да, слушаем вас. Значит, вот здесь, мне кажется, что вот спор между двумя с Перегудовым и... Кто там был? Макеевым, да? В Благородье Бузина, в Киеве дядька. Вот Перегудов конкретно предлагал... Ну, что тут предлагал? Рассмотрение определённого подхода, ну, как протяжённые объекты ведут себя вот в данном случае. Ну, может существовать, может. А вот Макеев сказал, да нахрен нам эти... Такое разделение, давай-ка ты там что-то общее. Так невозможно, пожалуйста, давай общее. Разве можно это сделать? Я хотел так прокомментировать, что вопросы совершенно не связаны, ответы не связаны. Вот, товарищ, доклад. Одна система, другая. Один край, другой край. Вот так ведёт себя как-то растянутое тело в данном конкретном случае. Ну, может, может. Может так, может не так. Подход есть, всё полностью согласовано. Всё нормально. Ну, я думаю, что вопрос не понял, который задавал товарищ. Вот и такая моя реплика. Я ответил, что, на самом деле, я не против того, чтобы рассмотрел докладчик, а за то, чтобы этот доклад был дополнен и другими проблемами, которые взаимосвязаны. Докладчик сегодняшний доклад делает, чтобы в каком-то виде начать оформлять, как я понял, то, что уже давно всё никак не может быть оформлено. Нет, ну, Егор, Егор, это мой личный проспект. Нет, это мой личный. Ну, могу я себе позволить маленький личный проспект или нет? Могу, да? Спасибо. Спасибо. Это мой личный проспект. Это не значит, что я, так сказать, только поэтому делаю. Вот это мой личный момент. Хорошо. И тогда я второй вопрос, который меня просил товарищ Морозов, Валерий, задать. Если ты слышал, то слышал ли докладчик, что собственное время в ускоренных системах течёт в разном темпе в разных местах? Если слышал, то как это используется? Это товарищ Морозов. Значит, ну хорошо, да. Нет, ради Бога. Вы сами понимаете вопрос, Егор, нет? Я понимаю вопрос. Я уже второй момент разделяю, не разделяю, насколько я глубок в той позиции, которую отстаивает товарищ Морозов. Ну хорошо, бог с ним. Значит, дело в том, что вопрос там все и бессмысленный. Бессмысленность вопроса заключается в следующем. Значит, одна часть вопроса – это течение времени в разных местах в ускоренной системе отчёт. Да? Да. И второе, значит, собственного времени. Вот это, так сказать, вещи, ну, время в системе отчёта и собственное время – просто разные вещи. Поэтому, так сказать, ну, это, в общем, некая фраза, которая, ну, вроде бы построена из каких-то, значит, наукообразных слов, но в целом она никакого смысла не несёт абсолютно. Значит, и если мы возьмём, например, ну, инерциальную систему отсчёта, да, для простаты сначала, ну, вроде как бы знаем, что такое, вот. То там есть, значит, некое у нас пространство событий, ну, это вот наша плоскость, если мы одномерный случай рассматриваем по горизонтали, у нас есть по вертикали Т. И вот любая точка на этой самой плоскости, она у нас имеет две координаты – координату Т, координату Т – временную координату. Вот. Я, значит, обращаю внимание, что введение системы отсчёта, оно любому событию, то есть любой точке на плоскости подставляет некую временную координату. Теперь что такое собственное время? Для того, чтобы вообще говорить о собственном времени, нам нужно сначала ввести какую-то мировую линию. Т.е. нужно вот на этой самой нашей плоскости нарисовать какую-то кривую. Ну, вот, например, так сказать, та, что на последнем укладе до сих пор там висит, да, вот она нарисована, вот эта. И дальше, так сказать, если я вдоль этой мировой линии буду искать расстояние, ну, в метре Кеменковка, естественно, расстояние, то это расстояние у меня и будет тем, что будет называться в собственном времени. Это, собственно, время получит только точки на этой мировой линии, и точки на другой мировой линии этого в собственном времени не получится. Ну, т.е. вообще бессмысленно говорить. То есть это, собственно, время – это вообще величина, которая определена, ну, просто для конкретной мировой линии. Соответственно, значит, третья непонятка – это что-то вообще не инертальная система отсчета. Дело в том, что если мы говорим об инертальных системах отсчета, то тут, ну, опять-таки, в нашем прощенном одномерном случае, тут все очень просто. Значит, одна инертальная система отсчета от другой отвечает одним-единственным параметром – скоростью. Поэтому, когда вы говорите, что вот у вас система отсчета, движущаяся со скоростью, там, 3 метра в секунду, то есть система отсчета, в принципе, ну, имеется в виду, конечно, относительно некоторой, да, лабораторной системы. Вы, в принципе, эту другую систему отсчета, вторую полностью определили. А чтобы определить неинерт, потому что известно преобразование Лоренса для пересчета координаты времени, единственный параметр, который туда входит – это скорость. А для того, чтобы задать неинертальную систему отсчета, вы, вообще говоря, должны задать некие, так сказать, правила пересчета координаты времени из вот этой вашей лабораторной и инертальной в эту вашу неинертальную. И эти самые правила, они абсолютно никак не фиксируют. То есть нельзя сказать, что вот эта неинертальная система отсчета, она правильная, а вот эта неинертальная система отсчета – она неправильная. Какие у формулы найдешься пересчета, это и есть определение неинертальной системы. Поэтому, на самом деле, неинертальная система труда в труде, и вообще делать какие-то общие заключения о том, что где-то там чего-то по-разному, или одинаково идет, ну, это просто невозможно. Хорошо. Надеюсь, товарищ Морозов будет удовлетворен ответом. Вопросы у присутствующих, если имеются, тогда прошу вас их задавать. Я там написал уже Егор. Да, я помню, вы писали, писали, сейчас найду. Вы писали, что вопрос хотите привести. Вопрос по проведению эксперимента. А как вопрос там звучит? Ну, вопрос звучит так вот. Уже можно задавать или это... Да, да. Можно. Давайте, конечно. Значит, во-первых, маленькое уточнение. Если я правильно понял, у вас в классическом приближении, при скорости распространения звуковых волн в этом деформируемом стержне к мулю, да, у вас не будет никаких там изменений, напряжений в этом стержне. А при релятивистых скоростях, вот когда вы взяли скорость света, там уже возникнут какие-то деформации, напряжения в этом стержне. Ну и деформации. Нет, деформации и напряжения, конечно, возникают в классической задаче и в релятивистой, а... В классической нет у вас там это самое. Почему? Есть. Все-таки есть, да? Ну, сейчас, одну секунду. Там в виде были. Ну, что там? Вера, вега, ряда. Сейчас, одну секунду. Одну секунду. Вот классическая задача. То есть здесь нарисовано то же самое. Вот санисты, да, вот эти квадратики, это там, где нет растяжения стержня. А вот эти вот красные, зеленые, синие и так далее линия, они показывают, значит, соответственно удлинение. Но только здесь, ну, в классической задаче, значит, удобнее немножко другую величину рисовать. Да, вот удлинение то, которое у меня везде дельта обозначено, вычесть из него единичку. Единичка – это то удлинение, которое, значит, получается, когда у вас не растянуто. Вот. То есть у нас теперь не растянуто, будет соответствовать нулю. Вот эти нулики стоят, вот они стоят. Значит, плюс у нас будет соответствовать растяжению, минус у нас будет соответствовать сжателю. И эта картинка абсолютно, то есть вот ей есть растяжение. Почему нет? Ну, хорошо. Но они, тем не менее, в классическом случае будут отличаться эти напряжения. Ну, если говорить о задаче Белла, то они будут отличаться принципиальным образом тем, что в задаче Белла с течением времени растяжение все время растет, а в классической задаче оно остается конечным, да. Ну, да. Ну, примерно так, да. Это, в общем-то, растяне о том, как поставить вот эксперимент. Вы считаете, можно сейчас уже или нет? Там, по-разному, кто-то уже делал, крутил эти диски. А здесь мы берем, выстреливаем, подождите, я закончил. Выстреливаем какие-то там два объекта, там с ускорением, вот они у нас с валетом движутся где-то, да, или там ракеты вот. И смотрим там, ну, ускорения можно большие там создать вот, даже в ракетах вот, противо, скажем этих, противоракетных ракетах этих вот. У них очень большое ускорение. Вот. И посмотреть, отличается или нет. Потому что скорость-то вот, вот как я знаю, самая большая скорость на сегодняшний день, звука в этих твердых диванах, самая большая, там алмазоподобная, 75 км в секунду. Ну, если взять что-то скромное, там, соединение бора, там, это будет 30 км в секунду. Ну, так это, условно говорим, да. Вот, ну, здесь минус четвертый, вот это самое коэффициент. Это, в общем-то, что-то такое похожее на то, что можно. Как вы считаете? Я, честно говоря, не очень понял, причем тут скорость звука. Ну, понимаете... Почему? Вот я говорю, я вот это пытался сразу сказать, вы когда рассматривали, вы брали релятивистское приближение, вы рассматривали скорость звука в этих деформируемых телах, равной скорости звука. Да. А вот, ну, на самом деле, она меньше существа. Она чуть-чуть меньше, она намного меньше, да. Вот я сказал, вот, 75 км известная мне скорость, самая большая. Я за ней исследовал раньше времени. Да. Ну, это по модулю и по плотности, там, модулю прости и по плотности, там, они считают. Вот. И поэтому отсюда, вот, если мы возьмем какую-то там диску такую, из материала, хотя бы 30 км в секунду, там, из которого скорость звука, и произвел такой эксперимент. Так, другие диеты получатся, видимо. Нет, секундочку, подождите. Значит, смотрите, давайте все по порядку. Ага. Значит, я сначала немножко отвлекусь, потому что вы упомянули эксперименты про вращение. Значит, эксперимент про вращение? Да, бог с ними, там, это затянется. А, бог с ними, не хотите. Да, ну ладно. Это самое. Нет, я просто, я просто знаю, это самое, эти работы, да, я читал. Значит, для чего мне нужна скорость света? Ну, то есть, чтобы скорость звука была равна скорости света, исключительно для того, чтобы в обозримом виде написать решение. В принципе, решение можно получить для достаточно широкого класса, этих самых, ну, моделей материала, для достаточно широкого, в том числе, так сказать, там скорость может быть и вполне нормальной, более-менее соответствующей экспериментом. Дело не важно. Вы на эксперименте что проверять собираетесь? Если вы собираетесь проверять, порвется или не порвется трос между ракетами, то... Какое напряжение, в соответствии с классическим или релятивисткой? А как вы будете напряжение иметь? Ну, драмом, метром каким-нибудь. Потянуло, не потянуло, там. Или по остаточным деформациям, там, как-то, этого стерма. Что же дело в жизни, так сказать? Понимаете, в чем дело? Ну, ладно, в общем... Наверное, просто не хватит точности какой-нибудь. Да нет, ну, точности не хватит, это все понятно. Я, собственно, о чем хочу сказать. Ну, вот, непосредственно этот эксперимент ставить, это, ну, плохая идея. Ну, то есть эксперимент надо ставить так, чтобы у вас была возможность надежно увеличить предсказания двух человек. Ну, я сейчас начну банальные вещи говорить о том, как, так сказать, как надо ставить эксперименты. Значит, во-первых, нужно правильное планирование. То есть вы, во-первых, должны выбрать эксперимент, где у вас есть две конкуренческие теории, и они дают разные предсказания. Во-вторых, эти предсказания должны быть разными настолько, чтобы вы надежно могли зафиксировать эту разницу. Ну, вот, значит, ну, вот этот вот эксперимент с разгоном этих самых тел, это не из той оперы эксперимент, значит, который вам позволят. Главное, там большое ускорение можно достигнуть. Ну, нет, большое, значит, большое. Там, к сожалению, оценки, значит, на то, чтобы ориентирические эффекты начали у вас играть какую-то роль, они такие запредельные, я не думаю, что практически... Вы думаете, а при медиа скорости, здесь минус четвертая не хватит? В карте звука? Да здесь ни при чем, нет, здесь ни при чем скорость звука, на самом деле, потому что растяжение задачи дела, оно, так сказать, от другого происходит. Ну, это специфический такой релятивистский эффект. Ну, то есть, как бы... Ну, опять-таки, я говорю, опять непонятно, что в мире собрались, потому что... Ну, я сказал, вот воздействие на тех задачек, например, какой-то там... Ну, точности, ну, точности вам просто не хватит, вот и все. Думать, нет, ну, это другой вопрос. Это надо делать, конечно, на оценки количественные. Вот, но... Да, вот и какие-то, да. Ну, как передавать им твой же вопрос, так мы, там, может быть, на форуме сделаем эти оценки. Иван, это та же самая ситуация. Нет, ну, ради Бога, пожалуйста, можно на форуме потом это обсудить. Но эта ситуация примерно та же самая, что с, я не знаю, с Дубровским, который там настаивает, чтобы вот в маленьком цилиндре непосредственно обязательно газ сжимать и больше никак. Ну, это просто, так сказать, ну, технически плохой эксперимент. Там, ну, невозможно, там, обеспечить требуемую точку. Так же и здесь, вот, ну, невозможно. Нет, ну, понимаете, в чем дело? То есть, вот, смысл в том, что не надо упираться в какой-то, так сказать, конкретный эксперимент. Нужно, наоборот, искать такой эксперимент, который вам позволит сделать то, что вы хотите сделать. А вы, так сказать, упираете во что-то одно и начинаете там ковыряться в технических сложностях. Не надо, потому что, может быть, другая идея эксперимента, она все технические сложности ваши снимет. Не отвлекайтесь, Дмитрий. Речь идет о том, что сам Дубровский сделал, а вы конкретно обсуждаем эксперимент. А здесь еще вот его оптимальный найти, понимаете, вот эксперимент. Ну, я не думаю, что, значит, этот самый, как он называется, что вот эксперимент с разгоном стержня или чего-то такое, что это хороший способ проверять, а не на специальную тюрьму относиться. Ну, надо дотоверировать, ну, вообще интересно, потому что... Нет, ну, Владимир, давайте так, давайте мы так договоримся, что мы на форуме тогда сделаем оценки. Да, 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 да. Сделаем конкретные оценки, да, по поводу того, значит, насколько это практически осуществимо, какие там, я не знаю, нужны гнины, какие нужны ускорения, да. Для того, чтобы... Да, ну, для того, чтобы там, значит, какая-то заметная разница была. Да, 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 да. Ну, это ради Бога, это пожел. Ну, в общем, он был. Спасибо, Дмитрий, да, спасибо. Спасибо и мне, как же без этого. И спасибо всем.